Дана Борисова, мне осталось жить несколько дней. 18 октября исполнится полгода со дня попадания телеведущей Даны Борисовой в Тайландский реабилитационный центр. В понедельник красавица наконец-то вернется в Москву. Помолодевший, посвежевший, здорово. Корреспондент подзвонил главной телеблондинке страны, чтобы поздравить с окончанием черной полосы жизни. Дана, в этот центр на Самуи, где людей отправляют от зависимости, друзья отправили вас обманом. Обижались на них? Да, мне сказали, что я еду на съемки реалити-шоу. Я даже собраться толком не смогла. Взяла только пару платьев. Не думала просто, что уезжаю на полгода. Андрей Малахов, который это все устроил, положил мне в сумку 20 тысяч и подарил очки. А реабилитацию, она стоит 300 тысяч в месяц, мне частно оплатил Первый канал. Конечно, на Андрея и Никиту я была дико обижена. Но потом поняла, что они сделали все правильно. В каком состоянии вы были перед тем, как уехать на реабилитацию? Страшно. Мне осталось жить несколько дней. Конец мог настать в любой момент. Я горстями пила снотворные, я запивала их алкоголик. Но в центре, на Самуи, и есть правило. Ты сразу должен отказаться от всей химии. Перестать травить свой организм. И взять там препараты просто негде. Меня сразу же поместили на карантин. На три недели. Отобрали телефон, паспорт, деньги. Не позволяли выходить на улицу. Даже на окнах были замки. Просто чуйма какая-то. Напоследок не могу спросить вас про вашу маму. Вам удалось помириться и забыть былые упреки. Мама за это время, что меня не стало, стала настоящей звездой эфира. И сейчас ее гонорары сравнимы с моими. Она начала вести группы по психологической помощи родственникам зависимых людей. И помогает мне. Все обиды в прошлом. Жизнь продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok